Оставить без удовлетворения. Верховный суд рассмотрел жалобу Челаха на приговор и оставил его без изменений. Закрыть и забыть. Аким Астаныбах и Цултанов поручил раз и навсегда решить проблемы открытых люков столицы. Возможности для всех. Национальный банк предлагает расширить категорию претендентов на льготную ипотеку по программе 7-20-25. На телеканале Томикен Бизнес. Новости в студии. Галина Гаджук. Здравствуйте. Верховный суд отклонил ходатайство Челаха о пересмотре дела. Кассационная коллегия оставила все судебные акты по уголовному делу в силе, а жалобу Владислава Челаха без удовлетворения. Принятое решение в Верховном суде объясняют тем, что доводы, приведенные Челахом, никак не повлияли на законность и справедливость приговора. Вместе с тем, решения комитета ООН носят рекомендательный характер и осужденный может обратиться с повторной жалобой в случае, если у него будут новые доводы, отметили в Верховном суде. Напомним, поводом просьбы о пересмотре дела со стороны обвиняемого послужило решение ООН, которое усмотрело нарушение при судебном разбирательстве. Судебная коллегия установила, что судебные акты, которые вынесены в отношении осужденного, являются законными и обоснованными. Виновность осужденного Челаха подтверждается в первую очередь протоколами процессуальных действий, в частности протоколом осмотра места происшествия, изъятие вещественных доказательств, многочисленными актами судебных экспертиз и, кроме того, признательными показаниями самого Челаха, которые он давал в ходе досудебного расследования неоднократно. Каспийская пятерка приступила к ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберде. Отметим, что законопроект о ратификации конвенции рассмотрели сегодня депутаты Сената парламента. Само соглашение закрепляет базовые принципы деятельности прибрежных государств на море, права и обязательства сторон в отношении использования Каспия, включая его воды, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним. Напомним, что на подписание международного договора потребовалось более 20 лет переговоров, а развязка Каспийского узла состоялась на саммите в Актау в прошлом году. К слову, конституцию Каспия уже ратифицировала туркменская сторона. Правительство Ирана и руководство уже готово соблюдать все правила данной конвенции. Естественно, что в парламенте возможны какие-то вопросы, которые будут затягивать ратификацию. Но мы надеемся, что это не на долгий срок. Российская с азербайджанской стороной сейчас проводят внутригоседарственные процедуры. То есть я думаю, что в ближайшее время они будут внесены в парламент и законы. И надеемся, что в ближайшее время они ратифицируют. Тем временем столицы до сих пор не могут решить проблемы с открытыми люками. Сегодня Аким Астаны Бахат Султанов в ходе аппаратного совещания дал поручение Акимам районов и руководителям коммунальных служб города решить вопрос раз и навсегда. После несчастного случая в ноябре прошлого года, когда упав колодец, погибла 14-летняя девочка. Всем районным Акиматам было поручено провести рейды по всем пунктам приема металла. Однако до сегодняшнего дня только Акимат района Байконер отчитался о проведенной работе, добавил Султанов. Причем уже в этом году зафиксирован еще один случай, когда из-за открытого люка пострадал человек. Начало этого года в экстренную службу 109 поступила 91 жалоба в отношении открытых люков колодца в городе. Зафиксирован один несчастный случай, когда человек пострадал, упав в открытый колодец. Возьмите этот вопрос на контроль и проведите все необходимые работы. Жду предложений от районных Акиматов, Управлений по инвестициям и развитию предпринимательства и других ответственных служб города. Я делаю последнее предупреждение. В ходе совещания Аким остановился и на других проблемных вопросах города. Среди них вопросы дольщиков, занятости населением, здравоохранения, образования и общественного транспорта. Национальный банк предлагает расширить категорию претендентов на льготную ипотеку по программе 7-20-25. В частности, предложено разрешить казахстанцам, уже имеющим жилье, участвовать в этой программе. При этом глава Нацбанка Даниил Ракишев отметил, что основными проблемами, которые препятствуют реализации программы, являются плохая кредитная история, низкая доходность населения и недостаток первичного жилья. В частности, это наблюдается в регионах. По данным Нацбанка, потребность жилья в текущем году составит 16 тысяч квартир. Кроме того, на 17 января одобрено больше 4 тысяч заявок на 52 миллиарда тенге. Из них 17% отказано в выдаче займов. Имеется много случаев, когда граждане имеют собственное жилье, но им требуется дополнительное. Это могут быть многодетные семьи, родители, приобретающие жилье детям, переезжающие в другой географический регион. Нацбанк предлагает правительству изучить возможность предоставления права участвовать в программе гражданам, имеющим жилье на праве собственности. Более 9 триллионов тенге составил общий объем госзакупок и закупок квази-государственного сектора в прошлом году. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр финансов Алихан Смаилов. По его словам, этот показатель по сравнению с 2017 годом почти в 3,5 раза больше. В частности, глава Минфина представил новый закон на вопросах государственных закупок. Более подробнее нам расскажет гость нашей программы, с которым побеседует моя коллега Улпан Бегалина. Сейчас она находится на прямой связи со студией с Дома правительства. Улпан, добрый день. Какие новеллы включены в новый закон? Добрый день, Галина. Да, действительно, закон вступил с 1 января текущего года. И более подробно о его новшествах расскажет вице-министр финансов Руслан Викитаев. Руслан Бахаджанович, добрый день. Я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, какие меры принимаются во избежание демпинга в стране? Для демпинга в законе была установлена норма, в соответствии с которой гласит, что демпинг недопустим. И все пороговые параметры были отражены в правилах о государственных закупках. Для строительства это 10%, для разработки ПСД это условно 15%. Но практически по всем видам работ, связанным со строительством, мы определили пороговые значения. Для чего мы это сделали? Потому что в предыдущие годы, анализируя правоприменительную практику, все-таки на сегодняшний день остается достаточно высокая регламентация всех процедур. Я считаю, что со временем мы должны как раз таки поработать над упрощением, дальше продолжить работу по упрощению процедур государственных закупок. Кроме того, есть вопрос, связанный с квалификацией потенциальных поставщиков и поставщиков. Почему? Потому что зачастую у нас все-таки компанию с опытом можно приобрести, но все-таки опыт это больше люди, которые стоят и работают в этой компании. И, соответственно, мы будем проводить работу по усилению ответственности и усилению возможности контроля за опытом, который имеет компания на данном рынке. Я думаю, что вот эти две основные проблемы, над которыми мы продолжим работать. И вот, может быть, еще один аспект можно было бы отразить, это вопрос, связанный с качеством предоставляемых услуг. На сегодняшний день, я не скажу, что низкое качество, но мы хотим еще увеличить. И, может быть, в будущем мы как раз хотим поработать над понятием таким, как стоимость владения. То есть, если даже сегодня купив чуть-чуть дороже, но в период владения это будет на самом деле дешевле. И вот сегодня мы внутри Министерства финансов обдумываем данный аспект. Спасибо большое, Руслан Бахаджанович. А я напомню, что у нас в гостях был вице-министр финансов Руслан Бекитаев. Галина, вам слово. Спасибо, Лупан. А мы продолжаем наш выпуск. На 700 миллионов тенге защищены права бизнесменов в Алматинской области. По информации Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, в прошлом году было выявлено более 20 проблемных вопросов, с которыми чаще всего сталкиваются бизнесмены. Прежде всего, это получение разрешительных документов в Акиматах, в земельном, архитектурно-строительном и других ведомствах. По всем фактам, Совет направил рекомендации в антикоррупционное ведомство. Между тем, для принятия мер реагирования общественники теперь намерены выходить законодательными инициативами в парламент, а также составлять свой так называемый рейтинг госорганов, препятствующих развитию МСБ. Сам Совет по защите прав предпринимателей и противодействия коррупции тоже может обладать какими-то полномочиями, помимо рекомендательных. Совет мог бы давать реальные рейтинги, которые бы учитывались при оценке работы госслужащих. И работать не просто в рамках только палаты и обратившихся жалоб и предложений от предпринимателей, но и выходить уже, может быть, инициативно. Казахстанских детей научат азам бизнеса. В республике открылось представительство международной образовательной сети «Минибосс Бизнес Скул». Это первая в мире бизнес-школа для детей и подростков, которая раскрывает таланты будущих предпринимателей. Образовательная сеть начала франчайзинговую деятельность в 2016 году. Сегодня она представлена в Великобритании, Литве, Украине, Польше, Грузии, России, Болгарии, Филиппинах, Таиланде, Индонезии, Казахстане и других странах. Цель проекта – обучать детей и молодежь, как принципиально новое поколение и сильную бизнес-элиту. К обучению в школе приглашаются дети от 6 до 14 лет. На данный момент образовательные учреждения действуют в двух городах Казахстана – Алматы и Атырау. Однако в планах расширение сети до масштабов всей республики. Наша школа «Минибосс» отвечает за наших выпускников, будет помогать им в будущем. При поступлении в университет они могут о нас опереться, говорить, что у них есть огромнейший, колоссальный опыт. Также получили хорошие знания в нашей школе и поддержку от нас. Британская валюта может продолжить повышение до конца этого года. Таков прогноз экономистов Goldman Sachs. Каков рост курса фунта стерлингов и с чем это связано – подробности в обзоре аналитиков Bloomberg. Фунт стерлингов укрепляет свои позиции вот уже пятую неделю подряд. В первую очередь это связано с тем, что британский парламент отверг план Brexit Терезе Мэй на прошлой неделе, считают эксперты. Накануне премьер-министр представила обновленный вариант соглашения. Голосование по нему, как ожидается, пройдет в конце января. Напомню, выход в Великобритании состава Евросоюза намечен на 29 марта, а соответствующий документ еще не готов. В целом процесс выхода, неважно будет ли это более мягкий Brexit или же Brexit без сделки, это приведет к росту фунта стерлингов. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, к концу года британская валюта обгонит ряд других из стран G10. Предполагается, что курс фунта к тому периоду по отношению к американскому доллару поднимется более чем на 5%. А на данный момент один фунт стоит свыше одного доллара США. В целом аналитики Goldman Sachs добавили, что еще существует ряд неопределенностей касательно Brexit и других факторов. Не исключено, что это в свою очередь может привести к изменению курса британской валюты. Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что предоставит парламенту возможность играть более активную роль при обсуждении будущей сделки Brexit в Брюсселе. Глава Кабмина добавила, что нужно изменить в соглашении три раздела. Сами же британские аналитики не нашли в словах Мэй существенных отличий от того варианта по Brexit, который был отвергнут депутатами на прошлой неделе. Оппозиция требует от правительства гарантировать, что выход из ЕС не окажется неконтролируемым. Как ожидается, голосование по новому варианту соглашения пройдет в конце января. Премьер-министр пообещала, что оставшееся время будет вести переговоры со всеми партиями, а затем с Брюсселем. На данный момент считаю, что нужно внести ряд изменений. Во-первых, мы будем более гибкими и открытыми в партнерстве с Европейским Союзом. Во-вторых, обеспечим максимально надежную защиту прав граждан нашей страны. В-третьих, мы будем работать над тем, чтобы избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП на текущий год до 3,5%. Об этом сообщила глава фонда Кристин Лагард на форуме в Давосе. При этом эксперт уточнила, что это не означает о приближении к глобальной рецессии. Однако риск замедления мирового роста, безусловно, увеличился. По словам Лагард, главными рисками остаются эскалация напряженности в торговой сфере, а также Brexit без сделки. Добавлю, что экономический форум в Давосе стартовал сегодня и продлится до 25 января. Ранее стало известно, что на мероприятие не приедет делегация США из-за шатдауна.